История появления монастыря и ныне живущие с чудом вряд ли сравнимо. В 30-е годы прошлого столетия монастырские стены превратились в тюремные. Боль и стоны заключенных – все это услышали они. А после были годы забвения. Но русский народ даже в это время жил верой в Господа. А потому настал день, когда обитель начали возрождать. В то время хорошо помнит Александр Козлов, бывший начальник школы милиции. И мы рады, что эта территория, которая была порогана, она возродилась и продолжает свою деятельность на благо православной церкви. В возрождении монастыря принимали участие и видновские казаки. Ведь с православием судьба казачества связана уже более тысячи лет. У нас здесь уже пять лет под двуглавым орлом. У нас и келья. Мы охраняем, помогаем, чем можем. И воспитываем детей и внуков. В этом направлении. Ведь почему уничтожали священство и казачество? Потому что это стержень русского народа. Сегодня на праздничную литургию собралось несколько сотен верующих. Особым событием для всех стал приезд митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, который по традиции каждый год в этот день возглавляет божественную литургию. Его встречали во дворе храма с хлебом с солью. Глава Ленинского района, также посетивший в этот праздничный день Святый Екатерининский монастырь, преподнес цветы и подарок его настоятелю. Более четверти века назад началось возрождение храма. Сегодня это место любимое и почитаемо верующими со всей страны. Но для ведновчан Святый Екатерининский монастырь стал родным и близким. Наш приход – это единая семья, где все помогают друг другу, поддерживают друг друга. И в столь непростое время мы с верой, надеждой и радостью приходим в наш храм и очень особо почитаем Святую Великомученицу Екатерину. В честь славного юбилея и престольного праздника во дворе накрыли столы, за которыми каждый желающий смог угоститься чаем и сладостями. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.